Цзу Сан Ли. Многие слышали красивую легенду по книге естествоиспытателя и путешественника Вагралика о китайском долгожителе Мампе. Дедушка якобы прожил более 200, жена 173, сын 153 года. Да. Можете почитать более подробно по ссылке внизу под видео. Кстати, рекомендую подписаться на канал Medical Advice, медицинская консультация, чтобы быть в курсе дальнейших видео на эту тему. Так вот, этот китаец регулярно прижигал волшебную точку и завещал делать то же самое своим детям и внукам. Современные китайцы и японцы, опять же, регулярно прижигают или воздействуют другими способами на знаменитую точку долголетия Цзу Сан Ли и, кстати, не безуспешно. В России ученые из Института гематологии города Кирова заинтересовались этим вопросом и решили проверить, насколько можно продлить свою жизнь. В эксперимент внесли два изменения. Первое. Вместо прижигания точки Цзу Сан Ли использовали раздражение электрическими импульсами. Легче дозировать и шрама не остается. Для этого взяли аппарат ДЕНОС. Второе. На человеке очень долго испытывать, поэтому взяли белых мышей. Биологически активные точки у всех животных китайцы уже давно определили. Поэтому проблем с нахождением точки Цзу Сан Ли у мышки не было. Результаты получились очень интересные. При средней продолжительности жизни этой породы мышей 280 дней, мышки из экспериментальной партии прожили более 500 дней. На человека пересчитывайте эти сроки сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова